Здравствуйте зрители канала УТАТЬЯН! Сегодня мы вместе с вами посадим очень красивое такое растение, которое называется барвинок. Пришло оно к нам с Малой Азии и Европы, поэтому хорошо оно у нас приживается, растет, зимует без укрытия и радует нас своими красивыми цветами. Что такое барвинок? В переводе с украинского языка это означает барва, краска, и винок, цевинок. Значит получается барвинок. Это очень красивое растение, национальный цветок Украины. Что я вам могу еще рассказать о барвинке? Барвинок цветет очень красивыми воронкообразными цветами. Он у меня еще не зател, я решила его рассадить пока что и показать вам как это делается. Мы видим корневая система мощная, хорошо приживается, листочки гладенькие, как жесткие, кожистые. Побеги выпускает длинные и разрастается ковром. Очень красивым. Благодаря работе селекционеров бывают они белого, розового и голубого цвета. Что можно еще рассказать о барвинке? Барвинок зимует, как я сказала, без укрытия. Срезать его не надо, он является вечно зеленым растением, многолетним кустарником. Это растение, кроме того, что оно приносит вам декоративность на ваш участок, еще помогает укрыть какие-то участки, где ничего у вас не растет или не приживается. Он хорошо укроет, коврик сделает вам и будет очень красиво. Это растение является еще и лекарственным. В аптеках продается настойка. Барвинка используется при желудочных заболеваниях, при кишечных заболеваниях, при мигрении, при сердечных заболеваниях. Это растение давным-давно использовали как лекарственное и до сих пор это делает. Еще что я могу вам рассказать о барвинке. Барвинок размножается семенами, но это делать вам не нужно. Это работа селекционеров. А начинающим цветоводам нужно знать, что он размножается черенкованием и делением куста, как я это сегодня сделала. Разделила кусик и хочу вам посадить. Где лучше всего растет барвинок? Барвинок любит расти в приствольных кругах. Круж, яблонь, слив. Это его любимое место. Он там разрастается и радует. Если мы будем прищипывать побеги, которые разрастаются у барвинка, цветение будет пышным и красивым. Мы будем продолжать его цветение. Какой же бывает барвинок? Барвинок бывает опушенный, травянистый, большой и малый. Это четыре вида, которые наиболее часто используются в выращивании. Что любит еще барвинок? Барвинок любит, чтобы его удобрили. При посадке я сделала смесь такой цепец, герновая земля и лиственная земля. Все это мы положим в ямку и хорошо посадим наше растение. Тогда вы не будете его удобрять где-то года два. Можно еще минеральными удобрениями удобрить. Полив. Что любит и как любит поливаться барвинок? Сейчас, после посадки, полив нужен такой обильный. А потом, когда он хорошо укоренится и разрастется, полив уже практически ему не нужен. Он будет брать из земли все, что ему нужно. Посмотрите, какая у него корневая система, мощная. Много дополнительных корней, которые питают наше растение. Если бы вам хотелось, чтобы у вас в доме, в жилом помещении, барвинок, цвел и роз, это не проблема. Вы выкапываете себе делением куста кусочек кустика, сажаете у себя в горшочке и он будет вас радовать целый год. Начнем посадку растения. На дно я уже полила ямку. На дно насыпаем нашу смесь. Сверху чуть-чуть земли и устанавливаем растение. Давным-давно о барвинке ходит много легенд, рассказов. Говорят, что если веточку барвинка поставить под матрас маленькому ребенку, тогда его не будут мучать ни кошмары. Он не будет плакать и спокойно спать. Если еще сказать на ночь три раза ребенку над колыбелью, барвинок, 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 тогда сон вашему малышу обеспечен. Все, посадили растение. Раньше, в средние века, считалось, что с помощью барвинка можно узнать, относится этот человек к колдовству или нет. Что для этого делали? Для этого на суде обвиняемого человека ставили около барвинка, барвинок брали, веточку барвинка брали и ставили его на сковороду, на жаровню. И при нагревании барвинок издавал запах. Если осужденный от этого запаха шарахался, значит, его казнили, а если нет, его выпускали на волю. О барвинке ходили много слухов. Часто использовали украинцы его на свадьбах, на женитьбах, пускали, делали венки, пускали девушки его на воду. То есть, барвинок это очень интересное растение. Кроме того, что оно является целебным, кроме того, что оно является очень красивым в вашем ландшафтном дизайне или у вас дома. Это растение я вам советую посадить у себя дома. Если, мои дорогие, вам понравилось мое видео, попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк. Я буду ждать. До скорых встреч. Пока-пока.